Маша у нас отмена. Отныне так будет звучать известная мем-фраза, которая до недавнего времени буквально взрывала эфир многих юмористических программ. А все почему? А потому что Маша не умеет пользоваться наушником. Что произошло на этой неделе, расскажу прямо сейчас. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я лишь хочу упомянуть, что сразу после обнародования доктрины в СМИ заговорили о реальной ядерной войне, которая теперь якобы станет более чем реальной. Но министр иностранных дел Франции Жан-Нуэль Баро в эти байки, как он сказал, не верит. И призвал западные страны не обращать внимания на ядерные угрозы российского лидера, разрешая при этом наносить удары по территории России. Типа пугают нас этим уже два с половиной года, а ВОЗ и ныне там. В среду Украина впервые нанесла по территории России несколько мощнейших ударов дальнобойными ракетами «Штормшаду», повредив при этом усадьбу 19 века в Марьинокурской области. Терпеть подобно российские военные не стали и ответили тем же. Некоторые СМИ утверждают, что в четверг вооруженные силы России ударили под Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Правда, пока без ядерного заряда. Пока, потому что накануне рупор Кремля Дмитрий Песков громко и открыто заявлял, если Украина начнет пользоваться западными неядерными ракетами, российский ответ может быть уже ядерным. Сначала ни одно официальное СМИ не подтверждало, что ракета была выпущена именно нашей страной, и что именно она может стать тем самым началом для демонстрации решительных действий. А при чем тут Маша, спросите вы? А Маша, как всегда. В ходе брифинга МИД, который состоялся в четверг, вопрос о баллистической ракете прервал неожиданный звонок неизвестного. Портал Ньюсру. Да. Алло. Маша? Да, у меня брифинг. Да, хорошо, спасибо. Вот и что это было, теперь остается только гадать. То ли звонивший настолько не уверен в умственных способностях Маши, что решил ее предупредить заранее, то ли это опять какой-то спектакль. Правда, цель еще непонятна. Кстати, примерно так же, то есть никак, ситуацию с ракетой прокомментировал и Дмитрий Песков. Украина заявляет, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Могут ли в Кремле подтвердить эту информацию, как это прокомментировать? Нет, вы знаете, я рекомендую обращаться к военным. Сейчас мне по этой теме нечего сказать. А между тем, в четверг первые новости об этом ударе уже разлетелись по всем средствам массовой информации. Телеграм-каналы утверждали, что ракета вылетела с полигона Капустин-Яр и до цели долетела примерно за пять минут. При этом, как указывает видео, при подлете теряя суббоеприпасы. А в четверг вечером состоялось и то, чего мы все ждали – обращение президента России к россиянам. Но на этот раз не новогоднее, а скорее внеочередное. В ходе монолога глава страны подтвердил, что Россия действительно выпустила ракету. Действительно баллистическую, но в безъядерном оснащении. И это типа только начало, потому как в продолжении, сказал Путин, наша страна имеет полное право применять оружие и против тех стран, которые дали разрешение на использование своего оружия. Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противникам подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены. Вот так локальный конфликт, по мнению главы государства, приобрел размах глобального характера. И чем все это кончится, пока непонятно. Но шуму уже сейчас все это навело немало. В Ленинградской области, например, губернатор Дрозденко собрался изымать все подвалы для оборудования укрытий. Мы должны все заглубленные помещения, подвальные, полуподвальные помещения, которые соответствуют требованию укрытия, привести хотя бы в это состояние. С тем, чтобы здесь было сухо, стояли скамейки, был запас воды, была возможность временно сходить в туалет и переждать какую-то чрезвычайную ситуацию. Для этих целей, с его слов, он готов вести переговоры с любыми уровнями власти. Хоть на региональном, хоть на федеральном. И все бы ничего, но почему этим опять начали заниматься только тогда, когда клюнул петух? Я, конечно, не вижу ничего плохого в подобной инициативе, береженого, как говорится, бог бережет. Но делать все это надо было и раньше, и быстрее, потому что времени на споры уже реально нет. Это сейчас была цитата от Дрозденко. И вот здесь лирика, она абсолютно уже не действует, и сроки сжаты, поэтому надо принимать кардинальные решения. И вот тут напряглась даже я, потому как похоже, что питерский губернатор знает немного больше, чем мы. И похоже, что план, по которому все шло, потихоньку начал ломаться. А иначе чем еще объяснить такой явный самопиар? И да, кстати, помните, на Валдайском форуме президент России сказанул, что дальше будет еще сложнее? Можно предположить, что следующее 20-летие будет не менее, а то и более сложным. Сказанул и забыл, а сложнее уже наступило. Впрочем, мы с вами повлиять на это уже точно не сможем, поэтому занимаем выжидательную позицию и смотрим. Смотрим, куда это все приведет. А между тем, в Госдуме в очередной раз решили побеспокоиться о безопасности граждан. На этой неделе депутаты рассматривали возможность покупки автомобиля на деньги материнского капитала. Инициатива эта исходила от представителей партии ЛДПР и была горячо воспринята коллегами. Но с единственным уточнением – автомобиль – это опасно для жизни. Поэтому депутат Милонов предложил разрешить расходовать средства и на приобретение лошади. Вы сегодня машину купили, а завтра, не дай бог, поехал, гололед, разбился. И вот весь материнский капитал, весь как бы улетел. Дом построил, завтра сгорел. Привет, да. Нет, я бы поддержал, если бы предложили туда давать лошадь, например. Потому что лошадь точно произведена в России. Это такой же транспорт. Но, к сожалению, лошади тут не прописано. Кормить дорого. Знаете, я оленя хотел купить в свое время, просто ягеля не нашел. Ну, раз произведена в России, то точно надежная. Точно не подсколезнется холодной зимой и точно не будет так часто ломаться. Максимум один раз, но зато навсегда. Поэтому, девоньки, у кого там три и более, хватаем детей и бежим занимать очередь за скакунами. Ведь, согласитесь, подвезти ребенка к школе на машине, это уже вчерашний день. А вот грациозно снять его у ворот школы с лошади, это, ну, не у каждого получится. Правда, я только не поняла, а где такое транспортное средство парковать и насколько хорошо оно заводится в морозы. Но плюсы во всем этом все-таки есть. Налог на одну лошадиную силу гораздо ниже, чем на минимальные 90. Да и поговорить есть с кем во время движения. Тоже, знаете ли, приятно. Поэтому предлагаю бумеранговую инициативу. Пересаживаем всех депутатов на гужевые повозки и наблюдаем, как скоро Госдума очистится от неугодных сама. Шоу! Еле двигается! Идти не может! На месте стоит вся страна! Не, ну а че? Как вы к нам, так и мы с радостью. А если серьезно, я уже давно перестала понимать, зачем подобные инициативы выдвигаются, зачем обсуждаются и зачем находят свой отклик у коллег по Думе. Ведь очевидно, что это очередной рофл, который с реальностью не имеет ничего общего. Но мы посмеялись и на том спасибо. И если честно, мне бы очень хотелось, чтобы если новости, то пусть уже были такими. А то вот эти вот разговоры про Третью мировую оптимизма-то явно не прибавляют. Зато все больше становятся похожи на реальность, где за Россией, Иран, Китай и военные из КНДР, а за Украиной США, Великобритания и блок НАТО. И к чему приведет это противостояние, покажет время. Ну, думаю, вы и сами прекрасно все понимаете. Ну, а на этом у меня все, друзья. Но я хочу напомнить, что у канала Ермак Медиа есть телеграм-канал. Поэтому подписывайтесь туда обязательно, чтобы не потеряться. А мы увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.